Ура! Сейчас мы будем зажигать. Отправим наших дайверов в воду, а сами устроим здесь праздничный. Вненье утро, но здесь не тихо. Вот-вот клуб казарских аквалангистов погрузит елку на самое дно глубого озера. Кстати, это озеро было выбрано не случайно. Оно одно из немногих, которое не замерзает даже в самый лед и мороз. Теперь эта зеленая красавица украшает одно из любимых озер казанцев. А потрудились над этим активисты клуба подводного плавания Казанского государственного медицинского университета. 39-ю елку ставим в честь 40-летия нашего клуба. И эта традиция уже стала традицией всех дайверов в Казани. В первую очередь на глубине человек испытывает чувство невесомости. Вот такого чувства как-то объяснить, рассказать невозможно. Это нужно почувствовать. Когда непонятно, где вверх, где низ. Можно повиснуть вниз головой и не чувствовать ничего неудобного. Не обошлось такое праздничное мероприятие без Деда Мороза и Снегурочки, которые никого не оставили без памятных подарков. Кстати, водные жители озера не стали исключением. Мороз, а скажи нам, рыбкам подарочки под елкой будут лежать на земле? Конечно, мы никого не забываем. Ни рыбок, ни рачков, никакую живность, ни водную, ни наземную. Поэтому мы все... У нас вот есть такой большой мешок с подарками. И мы никого без подарков не оставим. Это же Новый год. Это прекрасный праздник. А какие там подарки? А если вы расскажете стишок, вы обязательно получите один из подарков. Тогда уже будете знать, какой это будет подарок. Установка новогодней елки на дне озера уже стала традиционной. Такая процедура занимает не менее пяти минут. Вода в глубом озере круглый год одной температуры. Всего плюс четыре градуса. Елку нарядили на берегу. Причем, как положено с гирляндой. А затем опустили на дно. И загадали желание. Красивая водная традиция взяла свое начало с 1978 года, когда и был создан Казанский клуб подводного плавания. Но, несмотря на многолетие традиции, она по-прежнему привлекает активное внимание жителей города. Еще бы. Здесь горожане общаются с дайверами. Отдыхают на природе, раскидывают лагерь, катаются на лыжах и санях. Одним словом, проводят выходной весело и с пользой. Аделья Шамилова, Станислав Шамилов, Универ Ньюс. Продолжение следует...